Первый международный Владивостокский марафон собрал в Приморской столице более полутора тысяч людей и, наконец, доказал, что такого рода забеги могут проводиться и в городе на сопках. География участников для такого нового для Владивостока мероприятия получилась достаточно обширной. Любители бега приехали с различных городов России, Китая, Японии, США и других стран. Участников ждали три основные дистанции – 5, 21 и 42 километра. Плюс категория «Экиден» – это те же 42 километра, только для корпоративного участия. Бегуны выбирали, что по силе. В итоге большинство решилось лишь на 5000 метров. Те же, кто хотел испытать на себе знаменитую марафонскую дистанцию, еще на рассвете приехали на старт, который был дан на острове Русский. 700 человек предпочли старт с 5-километровой отметки, так как это и не слишком много, чтобы с отдышкой сойти с дистанции, но и вполне достаточно, чтобы потом гордиться своим поступком. Долгожданный финиш на центральной площади радовал не только своим появлением из-за горизонта, но и дружеским приветствием. Толпа радостно встречала участников всех дистанций. У кого-то хватало энергии после марафонского забега еще улыбаться и обниматься с болельщиками, другие же на финише еле доползали до зоны отдыха. Как бы то ни было, эмоции свои получил каждый. Я думаю, всем понравилось, все молодцы ребята. Дорогие друзья, занял третье место на 5 километров. Сбылась мечта пробежать по Русскому мосту. Это было вот прям круто. Мне сказали, что я плохо бежал из-за того, что селфи на мосту делал. Бежали 42,2. О, марафон. Полный марафон, да, бежали в первый раз. Очень, очень сложно. Я думаю, больше не соглашусь. Просто надо осознать, насколько вы ничтожны в беге. И вот марафон – это, наверное, очень крутая штука, вот чтобы это понять. Результаты во всех категориях приятно удивили организаторов. Интересно, что в тройку лидеров на дистанциях 5,21 километра попали два финалиста городской гонки героев – Илья Иванов и Роман Исаев. А, например, у девушек в полумарафоне победу одержала легкоатлетка Наталья Власова, которая должна была ехать в этом году на Олимпиаду в Рио. В общем, многие лидеры оказались давно знакомы и городу, и краю. Стоит отметить, что результат победителя марафона на дистанции в 42 километра Андрея Сафронова равен 2 часам и 23 минутам. Это всего лишь на 20 минут больше, чем действующий мировой рекорд. Марафон – это, скажем так, зож-визитка для города Владивостока, для привлечения максимально туристов именно спортивного класса, именно для того, чтобы спортом занялись сегодня все, неважно, легкоатлеты, либо просто человек, семейный забег. Это объединение, это шаг таких спортивных мероприятий на новый уровень. Все победители разделили общий призовой фонд в миллион рублей, а также получили билет на следующий марафон. Чтобы вновь испытать себя на дорогах Горного Владивостока, долго ждать не придется. Уже этой зимой состоится ледовая версия многокилометровых забегов. Максим Яковлев, Игорь Бултов, Анна Сыпкова. Новости спорта на восьмом.